Сегодня мы смотрим, кто пришел, знакомимся с молодыми артистами, отправляемся в сказочные миры вместе с нимфами и богинями, реставрируем дворцовый переход, узнаем секреты крафтового производства и готовимся к модному фестивалю «Сибирская этника». Какой он, а меч будущего? Пофантазировать на эту тему предложили авторы проекта «Омский дворцовый переход». Это не просто выставка детских рисунков, а конкурс. Из 100 работ выбрали 30, которые в будущем организаторы собираются вписать в яркое полотно подземного перехода у Дома творчества. Это выставка детских рисунков, и не только детских. Мы организовали ее в поддержку реставрации нашего подземного перехода. На данный момент в переходе не хватает 50 квадратных метров оригинальной керамической плитки. Но восстановить ее по каким-то эскизам, старым фотографиям и прочему у нас оказалось невозможно. Поэтому мы приняли такое решение после брейнсторма с ребятами из нашей команды и решили провести конкурс лучшей работы, если мы найдем финансирование, разместятся на стенах перехода на новой керамической плитке. Когда появилась идея, ребятам были необходимы не только средства для воплощения яркого проекта в жизнь, но и свободные руки. Всех неравнодушных они принимали в свою компанию. Так в команду пришла дочь художника, оформлявшего в 1977 году переход. Ярослава Черепанова вместе с активистами помогала сохранять творческое наследие отца. Я не думала, что когда-то переходу дадут вторую жизнь. Он появился незадолго до моего рождения. Работа моей сестры находится в этом переходе. Я помню только эскизы, которые валялись по всей мастерской, кусочки мозаики, которые были по всему дому. То есть сам момент создания перехода я не запомнила. Но зато сейчас у меня есть шанс что-то сделать для него. Поэтому я участвую в реставрационных работах, которые проводит группа активистов. Омский подземный переход у Дворца пионеров уникален. Он единственный в России, оформленный по эскизам детских рисунков. Но несмотря на это, судьба у него совсем не сказочная. За 43 года пешеходная подземка пережила перепады температур, подтопление, вандализм и просто равнодушные отношения граждан. Все это оставило шрамы и увечья на стенах перехода. Вообще переход претерпевает негативные изменения в режиме реального времени. То есть здесь в любой момент можно прийти и наткнуться на то, что что-то отвалилось. Вот, например, одно из последних мест, где, грубо выражаясь, на соплях висели плитки, стоило ковырнуть только мне одну. Тогда в тот момент, когда я на это обратил внимание, посыпалось все. К счастью, я успел их все поймать и сохранить. Это происходит постоянно, и за этим постоянно нужно следить. Поэтому мы попросили коммунальщиков заниматься этим вопросом, отслеживать, если что-то вдруг отпадает, пожалуйста, сохранять, никуда, ничего не выкидывать. Омск – красивый город со своими уникальными историями на каждом шагу. Ребята уверены, любой желающий может сделать городское пространство чуточку лучше, хотя бы вокруг себя. И не обязательно участвовать в реставрационных работах. Иногда достаточно просто выбросить фантик в урну. Здесь каждое движение может рассказать больше любых слов и нет никаких барьеров. Язык танца универсален и понятен каждому. Поехали, поднимай. Колени, колени, колени. 10 октября стартовал фестиваль «Омск. Танцующий город». Пластика, страсть, плавность, резкость и крутые повороты. Сделала я этот фестиваль для того, чтобы мы объединились. Мы, я имею в виду, профессионалы хореографического искусства, и все желающие, все любители, продолжающие хореографическое искусство, те, кто присматривается, выбирает. Фестиваль открывало уличное движение. Хип-хоп – танец с острым подтекстом, который в 20 веке в Америке иллюстрировал протест против социального неравенства. Сейчас этот стиль уже не уличный андеграунд. Это нестареющая субкультура, позволяющая молодежи во всем мире вновь и вновь проявить свою индивидуальность. Танцы – это веселье, можно разрядиться, можно, как говорю, оздоровиться. Здесь тоже каждый выбирает свое, что ему нравится. Также это умственное развитие, контроль над собой, развитие, дисциплина, потому что, чтобы что-то выучить, ты должен не просто в зал прийти позаниматься. Если у тебя есть желание развиваться, ты должен и дома посвящать этому время. Активные выходные подарили еще пять бесплатных мастер-классов. Амичи смогли попробовать себя в танце души контемпорари и чувственной бачати, ощутить себя моделью в стиле вок, танце, соединившем в себе элементы позирования и подиумную походку. В программе был и бодибалет. О том, как проходили репетиции и сложно ли быть наставниками, мы поговорили с Валерием Перминовым и Григорием Вевером, менторами нового музыкального проекта телеканала «Продвижение в Омске» «Песня на песню». Съемки проекта «Песня на песню» идут полным ходом. Как настроение? Все ли получается, что задумалось? Пока да. Получается, даже выступления всех участников несколько превосходят мои ожидания. Потому что прошло еще некоторое время после репетиции, появились какие-то новые идеи. И каждое выступление и удивляет, и радует. Ну и вообще интересно и классно. Как живется вообще в роли менторов? Как проходили репетиции? Весело все проходит. Самое главное, что мы понимаем друг друга, а уже кто с каким мнением остается, кто со своим, кто все-таки как-то идет на какие-то компромиссы. Это уже остается на совести наших подопечных, участников. По крайней мере без конфликта. Если вы намекаете на это, то драки у нас не было. Пока. Да. Но еще и не конец. Кто его знает, чем закончится. Любую ли песню действительно можно переделать так, чтобы она зазвучала по-новому, причем в разных жанрах. Да в принципе любое. Все можно сделать как тебе угодно. Насколько хватает фантазии, насколько хватает идей. Конечно, приходится над чем-то голову поломать чуть дольше. Что-то само приходит в голову. На чем-то нужно поразмыслить подольше, попробовать несколько вариантов. Но пока у всех все удается. Иногда садишься за клавиши, и вообще никаких идей нет. Для этого что нужно? Для этого нужна какая-то пауза, какой-то отдых, чтобы к тебе раз это пришло. И потом пишется легко. По крайней мере у композиторов. А если не придет? А тогда звоню я Григорию, и он приходит. Он говорит, ты задолбал. Ты ночью звонишь. Были ли какие-то сложности, например, в работе с коллективами? Все равно ребята привыкли работать в своем жанре, играть свою музыку. А тут раз, и нужно исполнять чужие песни и переделывать их. Мне кажется, знаете, самая большая сложность – это заставить людей слушать те композиции, которые они выбрали в оригинале, понимаете? Потому что были случаи, когда на репетиции говорят, да мы не знаем, кто это вообще, да, кто там, ну я, ну типа Лободы, да, кто это Лобода, да, там, ну никак, что далеко ходить. Григорий, да, ты знаешь, кто такой, там плачу на тех, кто это был? Нет. Пока ему советское не сказал. В итоге победит только одна команда, а вас двое. Что вы друг другу можете сказать сейчас? На самом деле просто музыка всех объединяет, и вот эти идеи свежие, которые звучат во всех коверах, они убирают этот дух соперничества, да, который заложен был изначально. Хотя он как бы формально есть, формально есть, но он не такой явный, знаете, как в спорте, там, там, все, я порву тебя, там, да, там, вот эти вот, которые морды бьют друг другу. У нас немножко другая задача, наверное, да, то есть мы должны что? Мы должны это показать слушателям и зрителям, да, и они должны сделать выбор и сказать, вот, а я вот эту музыку не слышал, а вот с этого момента я начну ее слушать, да, чтобы это было интересно. Для меня вот это вот как бы важнее. Спасибо вам, Валерий, Григорий, я желаю вам успехов. Как вы, Валерий, сказали, как-то раз победит все равно музыка. Музыка, конечно, да. Победит все равно музыка появляется. А приз заберем мы, да, ничего страшного. А мы поделимся, значит, все равно далеко не уйдут они отсюда. Музыка. Не дня без строчки. У молодых дизайнеров остается всего неделя, чтобы подготовить модные коллекции для показа, а заодно и продемонстрировать свою концепцию осознанного потребления. Слово «осознанность» — творческий девиз девятого фестиваля «Сибирская этника». Ежегодно в мире производится 400 миллиардов квадратных метров ткани, из которых 60 миллиардов просто выбрасывают или сжигают. Есть очень много вариантов, как дизайнер может проявиться. Это может быть и какая-то креативная переработка. Это может быть работа в русле медленной моды, когда создаются какие-то, ну, очень хорошие, замечательные, близкие человеку нужные ему вещи, с которыми он будет не один сезон вместе, а какое-то долгое время существовать. Сказать свое слово и проявить себя в мире осознанной моды уже в этом месяце смогут более 120 человек. Участники «Сибирской этники» традиционно приезжают в Омск со всей страны и ближнего зарубежья. Николай Воробьев уже не новичок, участвует в конкурсе он не первый год. В 2020-м источником вдохновения послужила фотография его семьи с середины прошлого века. Из 15 старых рубашек молодой человек создал потертый плащ, в котором отразилась вся любовь его родных к природе. Моя семья любит ходить в леса, то есть это был специально сделан принт, что когда ты ходишь, ты мараешься на сырую землю. К этому образу также были разработаны, придуманы брюки, очень легкий джемпер, создать какое-то такое совмещение грубости и легкости. В этом году Всероссийский конкурс молодых дизайнеров был поддержан фондом президентских грантов, а Омская арт-резиденция расширила конкурсную программу, добавив эко- и диджитал-номинации. Впервые за всю историю существования из-за угрозы пандемии сибирская этника будет проходить без зрителей, в режиме онлайн. Трансляция будет организована из Музея искусства Омска. Я же говорю, случаи разные бывают, людям часто плохо становится. Помогать людям надо, помогать. И что, чтобы ему операцию сделать? А что же еще? Надо же было срочно вопросы решать. Никто не хотел, чтобы я был артистом. И первая профессия, на которую меня хотели отправить, обучаться, это пиар. Но я всячески бастовал и не пошел. Но я впоследствии поступил на факультет культуры и искусств в МГУ Достоевского. Новый актер омского тюза Евгений Хабенский свои первые роли сыграл на сцене Пятого театра, еще будучи студентом. Затем уехал в Москву, где репертуарной жизни предпочел антрепризу. Выступал на различных столичных площадках. Но родной город вернул, внезапно открыв новые творческие горизонты. Буквально год назад я вернулся в Омск. И меня режиссер спектакля, Максим Пешин, позвал на свою премьеру «Сережа очень тупой». И мне захотелось сыграть этот спектакль. В новом театральном сезоне трупы омского тюза пополнили сразу три молодых артиста. Помимо Евгения в театр пришли Ксения Огарь и Вячеслав Чехомов. Все они омичи. Ну, если говорить про энергию, это, скорее всего, наверное, спорт. Люблю бегать и играю в футбол. То есть, когда есть время, я даже играю на различных турнирах. Баян не фонтан, но мой дядя самых лучших правил. Он умеет ремонтировать баяны. Вот. И сказал, бери, а там мы его сделаем. Неоконченный строительный техникум увлечения черчением, скульптурой и, наконец, вокальное отделение училища имени Шебалина. Музыкант Евгений Власов к театральной сцене шел окольным путем. Как сейчас, помню, встретился с мамой, говорю, мам, только не удивляйся. Я ухожу с художественного графического, она говорит, как? Я говорю, я буду музыкантом. За 13 лет кочевой жизни без своей сцены трупа Галерки пополнялась нечасто. Сегодня актеры все еще обживают свой новый дом, но уже третий год подряд перед началом сезона в театре устраивают кастинг. В 2020 году трупу пополнили шесть артистов, трое из них – вчерашние выпускники. Когда я учился на вокальном, четвертый курс у меня был некоторый слом, мне психологически было сложно. У меня было ощущение, что чего-то не получается, я не мог разобраться в себе, я запутался, очень сильно запутался. Найти себя Евгению помог Институт музыки, театра и хореографии в Санкт-Петербурге. Молодой актер попробовал себя в кино, снимался в рекламе, участвовал в постановках питерских театров. Омск вообще считается театральным городом. Я скажу вам так, что в петербургских кругах, я кому не говорю, все знают про Омск. Говорят, а, Омск, Омск, там хорошие театры. Написал в Галерку, походил просто по театру, я посмотрел атмосферу, я посмотрел людей. И я понял, что я хочу сюда. Ты мне необходима, я тебе тоже, что я вижу, слышу. Он с трех лет увлечен музыкой. Сначала детская музыкальная школа, затем училище имени Шибалина и Санкт-Петербургская консерватория. Музыка помогла Андрею Щербаку обрести не только профессию, но и любовь. Я как-то пришел на экзамен и услышал, как Лиза поет одну из арий в программе. И я еще удивился, насколько хорошо поет человек. Думаю, надо же так поет в консерватории, но не часто такое бывает. После шестимесячной разлуки со зрителем Омская филармония открыла 81-й сезон. Коллектив пополнили лауреаты всероссийских и международных конкурсов Андрей Щербак и Елизавета Зарянская. Познакомившись в Петербурге, вокалисты сразу поняли, что хотят всю жизнь звучать в унисон. Я переживал, как Лиза отнесется к переезду в Омск. Это было совместное решение. Она с радостью согласилась и мы приехали. Для меня, для южного человека самое страшное – это зима в Омске. Потому что я здесь была однажды зимой, и здесь были такие холода, неожиданные для меня. Поэтому скоро будет сюрприз. Мне очень нравится Омская набережная. Она бесконечная, может по ней все ноги стереть, идти просто, не знаю, с утра и до вечера. И не обойдешь ее. Свежие идеи и смыслы. Молодые артисты уже задействованы в осенних премьерах. Например, спектакль галерки «Лентяй». А мечи увидят уже в этом месяце. А непростую историю о поиске себя, люди, места и вещи Тюз покажет в ноябре. Алиса знает, какое оно – зазеркалье. Его можно создать самой, воплотив сны в реальность. Для начала нужна полимерная глина и специальные инструменты – стеки для формирования текстуры. А дальше силуэты покрываются винтажной фурнитурой и яркими камнями. Алиса Каретина создает брошки, кольца и подвески в своих работах, переосмысляя эстетику модерна. Здесь и древнегреческая богиня-земля Гея, и образы русских красавиц. Вот этот, к примеру, родился спонтанно. Цветовая гамма сложилась сама собой. И брошка получила название «Алярус». Халцидон, симберцит, гранаты, кианит – название многих из этих минералов услышишь нечасто. На украшениях Алиса сверкают настоящие драгоценные и полудрагоценные камни, которые она не устает добывать. По плане камней, если я увидела что-то такое красивое, мне на кроссовке жалко пять тысяч, а вот на камушке какое-то красивое. Это запекаемая глина, то есть я слеплю, когда все, и ставлю в специальную печку, и он у меня запекается. Потом полирую сначала, потом тонирую, а потом уже лаки идут. На создание одного украшения уходит пара дней. Своими вдохновителями Алиса называет Альфонсо Муху, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали. Ее мир – это сказка, где плавные естественные линии и текущие формы сочетаются с мистическим колоритом. Кроме волшебства и природных мотивов, Алиса воплощает в своих работах мифологию литературного мира короля ужасов, писателя Говарда Лавкрафта. Он создал свою вселенную страха. Вот эта брошь посвящена Шоготу – существу с множеством глаз. А это медуза Горгона с пылающими волосами змеями. В изготовлении украшений, кроме специальных красок, она использует содержимое собственной косметички. Некоторые детали Алиса раскрашивает косметикой, например, тенями для век. У меня просрочилась палетка «Мак». Там очень много цветов. Очень жалко. Уже все уже. И я теперь ей украшу замечательную пластику. Вообще замечательно. У нее помол меньше, чем у пастели. И получается переходы очень красивые. Домашняя утварь в руках Алисы тоже часто обретает свежий дизайнерский облик. Так вышла и с этой ручкой ситечка для кофе. Каждая из работы спустя года радует мастера. В этом царстве загадочных нимф, сказочных существ и божеств, магия живет в руках творящего, заставляя сиять повседневность и открывая новые фантастические миры. Они вынуждены выбрали жизнь в экозоне, чтобы восстановить здоровье дочери. Продав жилье в центре города, семья Зайдовых поселилась сначала на Омской окраине и занялась разведением коз. А потом и вовсе перебралась в село Казанка Любинского района. Ставить свое дело на коммерческие рельсы никто не планировал. Поначалу делали сыр для себя, прямо на кухне. Было принято решение, что, наверное, нам надо купить себе сыроварню, чтобы пробовать как-то перерабатывать это молоко, чтобы оно просто так, ну, не выливать его, понимаете. И вот таким образом у нас была приобретена первая сыроварня, небольшая, на которой мы учились. Все это дело делали первые шаги свои. Моцарелла, российский, рикотта. Знакомые и друзья охотно приходили на обеденные дегустации, а после стали просить приготовить свежий сыр специально для них. Так, год назад Зайдовы решили построить молочный цех. Сейчас здесь находятся две сыроварни и пресс для формовки. В производстве сыра важно все. И температура, и хорошая закваска, и временная выдержка. Сил уходит много, поэтому в этом малом бизнесе участвуют уже все члены семьи. Могу сказать о своем зяте, который меня послушался. Я ему сказал, иди получай образование за техника, так как сейчас вот дело так обстоит. Все, он пошел, учится, сейчас вот заканчивает уже. На подворье 18 дойных коз. Помимо Заанинской и Альпийской, семья разводит специальную породу – мурсиана-гранадина. Молока они дают больше, да и жирность в нем выше – почти 5,5%. В далекую Сибирь этих коз пришлось везти из Испании. Говорят, таких в Омской области больше нет. Вот, посмотрите на столе, все свое. Не надо в магазин идти и покупать то, что там все на химии. Словом, крафтовые все чаще называют продукты с пометкой «экологически чистый» или «фермерский». Если раньше этот термин употреблялся для обозначения продукции небольших пивоварен в Америке, сегодня крафтовыми называют многие продукты, изготовленные по традиционной рецептуре вручную и, как правило, небольшими партиями. Крафтовое пиво, сыр и даже мясные деликатесы. Молодой предприниматель Илья Конорев, работавший шефом одного из омских ресторанов, в поисках нужного сырья колесит по всему региону. Люди сейчас пытаются возродить какие-то уникальные старые рецепты. Да, это круто. Там есть и киты поварские, которые этим занимаются. Предприниматели продвигают в городе идею локальной кухни. Когда вместо привезенного сырья в производстве продуктов питания используются фермерские ресурсы региона, а рецепты для своих блюд берет из кулинарных книг 50-х годов. Повар замечает, что сегодня все больше молодых поваров уделяют внимание качеству. Ну, лед тронулся, безусловно. Здесь и само присутствие молодых предпринимателей, которые... Я же не какой-то уникальный, так не один я рассуждаю. То есть очень много людей, которые сейчас уже топят за качество прямо. Что они от концепции не отступают. И это приятно наблюдать. Три года назад они попробовали сами сварить популярный пенный напиток. И он пришелся по вкусу. Почти сразу друзья со студенческой скамьи Евгений и Андрей решили организовать совместный бизнес по производству крафтового пива. В нашем современном мире мы давно забыли уже натуральные вкусы и хотим пить чистые, прозрачные, легкие напитки. Поначалу напиток варили в небольших емкостях, похожих на кастрюли. Затем производство закипело. Ребята уверяют, пиво здесь создается по старинной традиционной рецептуре, а технология приготовления далека от заводской. Наш рецепт, он не имеет никакой абсолютно тайны. Этим рецептом пользуются пивовары, которые дома вечером на выходных, как хобби, варят пиво. И получается, да, ручная технология – это как раз та технология 14-15-12 века, когда пиво как продукт тоже было, но тогда не было никаких глобальных заводов. Продукты немассового производства с каждым годом набирают популярность у потребителей. Превратить хобби в дело, исследовать тренду крафтовости, или же просто занять свободное время и делать продукт на совесть для себя. Сегодня все больше людей доверяют своему вкусу, не боятся экспериментировать и искать товарищей на вкус и цвет. Как пандемия изменила мировой культурный ландшафт? Что чувствуют сегодня музыканты, художники и актеры, пережившие месяцы самоизоляции? И ждет ли нас новая реальность и эра диджитал-искусства? В субботу в эфире продвижение премьера фильм «Локдаун». Историю о мальчике, который не хочет взрослеть, расскажут в воскресенье артисты Омского симфонического оркестра и драматического театра «Пески времени». На сцене концертного зала музыкально-анимационная версия знаменитой сказки «Питер Пен». Как справиться с детскими слезами и капризами и сделать удачные кадры с новорожденным малышом? Сколько стоит такой фотосет и можно ли превратить это хобби в успешный бизнес? В понедельник расскажет предприниматель и мама в деле Вера Дущинская. Рок, джаз и авангардные импровизации зазвучат во вторник в парке «Россия. Моя история». Музыканты Сергей Летов и Олег Судаков сыграют концерт памяти сооснователя группы «Гражданская оборона» Константина Рябинова, ушедшего из жизни в марте этого года. Путешествие по закоулкам подсознания отправит зрителей в среду проект НЛП «Нестандартное легко о психологии». Эксперты помогут ведущим расшифровать сновидения и выяснить, почему они бывают вещами, а также расскажут, сколько можно не спать без вреда для здоровья. Увидеть вечерний Тбилиси, разучить осенние танцы и встретить рассвет зовет посетителей музей имени Врубеля. Посткарантинная выставка проекта «Пауза» собрала работы художников, посвященные самым счастливым моментам человеческой жизни. Редактор субтитров А.Семкин